Всем привет, друзья! Вы на канале Web Developer Blog. Не забывайте подписаться на канал, а также поставить лайк этому видео. Мир разработки для многих кажется неприступной крепостью, в которую нереально пробраться без обширных технических знаний. Но начать можно с малого, с Python. Это сравнительно простой язык, который уже за 9 месяцев можно с нуля освоить на курсе Faustech Web Разработчик на Python в Skill Factory. Здесь студенты разбирают специфику Python и фреймворка Django, изучают основы HTML, CSS, учатся делать сайты на JavaScript и Bootstrap. Переходите по ссылке в описании. Уже сейчас вы можете получить ценный бонус. Назовите промокод WDBlog. Менеджеру при оформлении заявки и воспользуйтесь скидкой 15% при оплате обучения. В этом видео мы обсудим важную тему и поговорим про передачу данных между компонентами React. Например, нам необходимо, чтобы данные из одного компонента отображались в другом. Или, например, мы нажимали на кнопку одного компонента, а данные менялись в соседнем компоненте. Все это мы сейчас научимся делать. На самом деле это несложно. В React поток данных однонаправленный. Это означает, что данные передаются как водопад сверху вниз от родителя к ребенку через Props. Что такое Props? Мы рассматривали это подробно во втором видео. Обязательно пересмотрите его, если вы забыли. Это неизменяемый объект, предназначенный только для чтения. Давайте начнем с простого способа передачи данных от родителя к дочернему классу. Все будем рассматривать на примерах, так как это самый простой и понятный способ в чем-то разобраться. Итак, у нас есть C-компонент и F-компонент, который мы создавали ранее. F-компонент мы сделали классовым и также его импортировали. Вот у нас F-компонент у нас импортирован. Обратите на это внимание. Далее в родительском компоненте мы пропишем в state, допустим, имя. Сделаем какой-то простой пример и введем сюда webdev-блог. Хорошо, с этим разобрались. Так это все выглядит. И далее здесь мы должны вызвать то, что у нас будет происходить. А, к примеру, давайте в F-компоненте мы выведем какие-то данные. К примеру, у нас будет заголовок первого уровня, в котором мы пропишем hello. И далее будут использованы пропсы. Для этого мы прописываем так this.props и далее идет название. То есть мы передаем наше состояние. И здесь нам нужно кое-что прописать. Первое это давайте выведем просто параграф и выведем так же hello. Мы пропишем здесь YouTube и также здесь определим вывод из нашего стейта. Делается таким образом. Прописываем this.state и далее идет его название. В следующем случае, если мы хотим вывести данные нашего дочернего компонента, мы его выводим и далее здесь прописываем props. В данном случае это у нас name. И сюда уже записываем те данные, которые мы хотим определить. This.state.name. Давайте посмотрим, что у нас получилось на данном этапе. Здесь я забыл добавить еще одну игруную скобку. Здесь забыл закрыть тег. После этого у нас все работает и также все отображается. В первом случае мы вывели просто наш стейт, а во втором с помощью пропсов передали значение. Соответственно, вы дочерний компонент. Здесь я не совсем корректно, наверное, написал, потому что многие подумают, что сюда передается состояние отсюда. Но это не так. Здесь, если мы, например, введем другое название, к примеру, такое, у нас ничего не отобразится. Все дело в том, что у нас передается данное значение самого пропса, и в сам пропс передается значение стейта. Обратите на это внимание. Данная модель иллюстрирует некоторые важные парадигмы в React. То есть это однонаправленный поток данных. Состояние передается в одном направлении вниз по дереву компонента вашего приложения. От родительского компонента с сохранением состояния до дочернего компонента. Дочерние компоненты получают только те данные, вот они у нас, о состоянии которых им необходимо знать. Сложные приложения можно разбить на несколько компонентов с состоянием. Сейчас мы это сделаем. И остальные компоненты просто получат состояние от родителя. в качестве пропс и отобразят пользовательский интерфейс из этого состояния. То есть мы создаем разделение, в котором управление состоянием выращается в одной части кода, вот она у нас, а визуализация уже совершенно в другой. И давайте рассмотрим еще пару примеров для того, чтобы все стало понятно. Вы можете передавать стейт в качестве пропс в дочерние компоненты, но вы не ограничены передачей данных. Вы также можете передать функции обработчики или любой метод, определенный в компоненте в React, в дочерний компонент. Это и позволяет дочерним компонентам взаимодействовать с их родительскими компонентами. Давайте для наглядности сразу рассмотрим еще один пример. Давайте скопируем f-компонент и создадим еще один. Делаем ему другое название, назовем его fn-компонент. Таким образом он у нас будет пока что содержать то же самое. Перейдем в c-компонент. И здесь у нас будет, давайте введем некоторые другие значения. input-value. Далее создадим ссылку на функцию. Далее создадим саму функцию. Здесь мы будем изменять состояние. Соответственно такая функция у нас имеется. И далее здесь у нас будут выводиться два компонента. Это f-компонент. Давайте его сразу скопируем. И fn-компонент, который мы только что создали. Но тут будут некоторые отличия. Так как у нас будет input, мы его также вводим. И передаем ему значение нашего состояния input-value. А также передадим функцию handle-change и ее обработку. В fn-компонент мы скопируем также значение input из f-компонента. Обратите на это внимание. Что ж, перейдем дальше к импортированию. Не забудьте импортировать fn-компонент для того, чтобы он также отобразился. И перейдем в f-компонент. Что у нас здесь будет? Мы здесь будем выводить текст input. И соответственно будем получать данные из input. Value у нас будет передаваться из props. Также будет обработчик событий on-change. Где мы будем с помощью props получать метод handle-change. Таким образом. И перейдем в fn-компонент. Здесь мы в заголовке пропишем render input. И в параграф просто выведем все значения, которые у нас получатся. Это мы сделаем с помощью this, props и input. Давайте посмотрим, что у нас получилось на данном этапе. Здесь нам нужно было... Я забыл поменять на fn-компонент. И также в fn-компонент его название. После этого у нас вводится наш input в параграфе. То, что мы вводим. Ту же секунду. И что ж, давайте для наглядности сделаем еще пример, где по нажатию на кнопку у нас будет меняться состояние другого компонента. Можем удалить fn-компонент. Он нам больше не понадобится. И будем работать с данным компонентом. И также удалим здесь fn-компонент. Первое, что мы здесь сделаем, это пропишем name. И здесь пропишем, что button not pressed. Изначально у нас кнопка не будет нажата. Далее создадим функцию update data. Обновление данных. Соответственно, все здесь сделаем по-другому. И давайте пропишем данную функцию update data. Здесь у нас будет value. Далее мы будем изменять состояние с помощью метода setState по его значению. Сейчас я объясню, как это работает. И далее здесь выведем для наглядности параграф, где пропишем state. Какой у нас будет делать это таким образом. This, state и его name. И также будем использовать f-компонент, который сейчас пропишем. Здесь у нас будет props update data, в котором будет использована данная функция this update data, соответственно. Далее перейдем в f-компонент. И здесь у нас будет немного другой name. Здесь мы сделаем button pressed. То есть по нажатию на нашу кнопку у нас будет меняться состояние. И, соответственно, давайте определим данную кнопку. Запишем внутри press button. И пропишем обработчик событий onClick. Где с помощью props мы будем использовать данную функцию updateData и менять значение. Значение нашего состояния. И давайте посмотрим, что у нас получилось. Изначально у нас состояние button not pressed. Нажимаем на кнопку и изменилось состояние на button pressed. В данной функции updateData у нас есть входной параметр value. Этот параметр мы присваиваем в state нашего компонента с помощью метода setState. В дочернем компоненте через props мы передаем функцию updateData. И, соответственно, в дочернем компоненте по кнопке будет вызываться функция, которую мы передали с помощью props. И передается новый параметр для текста. Именно его мы и хотим передать в родителя. В целом вот такая вот тема. Попробуйте обязательно сделать данные примеры и разобраться с ними. А на этом у меня все. До новых встреч. Всем огромной-огромной удачи и пока.